Здравствуйте! Сегодня хочу оставить свой видеоотзыв на арахисовую пасту от Peneb Butter & Company, которую я заказала на iHerb, ссылочка будет под видео. Что могу сказать, я в принципе ее добила до конца, то есть я могу показать вам вот так вот. Тут пластиковая упаковка, паста вот такого рыжеватого оттенка, она без никаких добавок, просто натуральная арахисовая паста. Не знаю, если честно, я ее добивала с трудом, она какая-то не очень сладкая, даже была чуть с солью, такой соляной привкус. В принципе, меня в первые разы очень это прикалывало, но потом как-то было тяжело ее даже под кофе взять, то есть нужно кофе побольше солодить. Возможно, это подойдет все-таки тем, кто не очень любит сладкое. И я все-таки поняла, что лучше брать не вот такой вот именно Smooth Separator, а есть такая вот с белым шоколадом или с черным шоколадом арахисовая паста. Вот она реально вкусная. Это не могу сказать, что она не вкусная, но она специфичная. То есть ее можно наносить, вот как тут написано, на какие-то булочки, в смуте добавлять даже некоторые или с печенькой. Но я все-таки больше его использовала, наносила на хлебушек и с кофе с утра использовала. Эта арахисовая паста довольно такая калорийная и мне хватало два бутерброда, я уже наелась полностью. Без трансжиров, без холестерина, без гидротированного масла, без повышенной фруктовой сиропа и так далее. То есть, в принципе, состав классный. Есть подтверждение того, что без ГМО, поскольку на это нужно обращать внимание из-за того, что этот продукт произведен в США. Очень часто у них есть в составе некоторых средств ГМО. Это как бы не совсем хорошо, как по мне. Но я не противник прямо такой, но я на это обращаю внимание. Неплохой вариант. Понравилось то, что, в принципе, это не стеклянная упаковка, вы не переплачиваете за вес. Для того, чтобы попробовать можно, да, но я бы рекомендовала, может быть, не такую, а с другими вкусами. Но, возможно, кому-то, кто не очень любит приторную такую арахисовую пасту, то это отличный вариант. Она довольно сытная, то есть, мне ее хватило надолго. Но я после того, как я ее открыла, я ее все-таки хранила в холодильнике. Не знаю, у меня какие-то такие вот свои какие-то фишки, да. За то, что я все-таки думала, что она будет более слажей, я поставлю ей 4 из 5 баллов. Но так, чтобы попробовать что-то новенькое, можно купить, побаловать себя. Это уже вам решать, что вы больше любите. Но продукт такой интересный. В принципе, для того, чтобы попробовать, то можно заказать. Спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока.